О матерных словах. Раньше в Киеве на матерное слово оглядывались, оборачивались. Это считалось признаком колхоза. Колхозники тогда заполоняли Киев постепенно, они готовы были жопу целовать, чтобы в нем остаться. И в общем-то своего добились. Я не матерился до тех пор, пока не понял, что вот это вот ополчение, которое заполонило мой город, все это рогулье, оно по-другому не понимает. А жлобье, которое немытыми ногами потом залезло в соцсети, научилось пользоваться интернетом и соцсетями, оно с тобой общение с этих слов начинает, и ты ему его кривозубый рот этими словами закрываешь. Более того, я могу сказать, что когда ты начинаешь общаться культурно, некоторые обороты речи рогулье просто на слух не воспринимает, оно не понимает, о чем ты. Ну оно такое, какое оно есть, и как бы понять и простить. Я о другом. О том, что сейчас матершина вышла на уровень какой-то государственной политики. То есть стены в городах Украины, причем, описывают матами, да, там, по поводу Путина. На площадях скандирование идет по поводу Путина. При детях маленьких, при, там, в СМИ идут какие-то конкурсы, напиши лучше матерное слово на Путина. Мне это напоминает ситуацию, вот стоит торговка на рынке, просто грязная торговочка, которая плюет свои семечки под ноги, подходит к ней мужик, брутальный, сильный мужик, и плюет в лицо, или дает по морде, на. И, улыбаясь, уходит просто. А торговка ему вслед начинает кричать, трехэтажная, четырехэтажная мата, она сделать ничего не может, кроме того, она сцикливая. И она кричит, кричит, уже рядом торговцы собрались и кричат ему, хуйло, хуйло, хуйло. А он, улыбаясь, уходит, потому что ему плевать. Народ, неужели вы думаете, что самому богатому человеку в мире, давайте называть вещи своими именами, да, человеку, который выстроил вертикаль абсолютной власти на одной шестой части суши, ему ни один хер на ваше обзывательство. Вы напоминаете торговок, вы орете свои маты к месту и не к месту, и сделать ничего, сука, не можете, потому что слабые. Неужели эта матершина, это все, что вы можете сделать, да вы же жалкие. Неужели вы этого не понимаете? Кроме того, вы орете эти маты при детях, реально. Вы воспитываете поколение рогулей, которое уже с семьи начнет ругаться матом. То, что раньше было, то, что раньше было, просто недопустимо. Ну и кроме того, маты вы употребляете, российские, как ни странно. Можно после этого назвать страна победившего быдла, или все-таки это будет слишком грубо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова